У жителей Десногорска по-прежнему остаются сомнения в том, что уберечь их от коронавируса может только вакцинация. Врачи МСЧ-135 активно развеивают мифы об иммунизации, отвечая на самые частые вопросы горожан. О значении вакцины и механизмах ее действия рассказала заведующая поликлиникой для взрослых Елена Камаева. Врачами уже неоднократно повторялось, что заболеть после прививки возможно. Рост числа зараженных ковидом после вакцинации естественен, потому что увеличивается количество привитых людей. Но разница в протекании болезни до и после процедуры колоссальна. Когда человек уводят вакцину, то в ответ формируются вирусы, нейтрализующие антитела. Впоследствии, когда человек сталкивается с этим вирусом, то вот эти антитела защищают человека от заболевания, то есть человек в принципе может не заболеть, столкнувшись с вирусом, либо он заболеет, но в очень легкой форме. То есть вакцина защищает от тяжелого течения заболевания и от смертности. Вот для этого мы сейчас очень быстро проявляем население. Поствакцинальный иммунитет более эффективен перед новыми разновидностями вируса. Это и отличает его от естественного иммунитета, который формируется у человека после заболевания и устойчив лишь к одному перенесенному штамму. Вакцина, она в принципе сделана таким образом, что вырабатывает потом у человека антитела, которые действуют на разные штаммы этого вируса и поэтому защищает человека не от одного конкретного штамма, а от нескольких штаммов вируса. Поэтому вакцинация считается более эффективной и создает более эффектный иммунитет от ковида. Многие считают, что при вакцинации в организм вводятся активные вирусные клетки. Поэтому вакцинированный человек становится прямым переносчиком заболевания. «Сама по себе вот эта вакцина, она не вызывает у человека заболевания ковида. То есть человек не заразный после вакцинации. Тест на ковид у него не может быть положительный после вакцинации. Всё, что делает вакцина, это создаёт иммунитет гуморальный и клеточный». Вопреки распространённому мнению, вакцинация – не единоразовое явление. Нужно сохранять высокий уровень антител в организме, повышая сопротивляемость иммунной системы. Именно поэтому Минздрав России рекомендовал переболевшим и тем, кто привился, спустя 6 месяцев проводить ревакцинацию. «Вирусы, нейтрализующие антитела, которые формируются после перенесённого заболевания или после вакцинации, они нарастают в течение 2-3 недель от момента перенесённой вакцинации. Потом в последующем, к 6 месяцу, титр их значительно снижается, это антитела. Клеточный иммунитет тоже уменьшается, снижается. Поэтому для сохранения нормального уровня иммунного ответа на эту инфекцию необходимо делать ревакцинацию». Получить сертификат о прохождении вакцинации можно на сайте Госуслуг зарегистрированным пользователям. Документ автоматически придёт в личный кабинет, откуда его можно будет скачать и распечатать. «Если вакцинация произошла сначала, а потом уже человек зарегистрировался, то в таком случае сертификат не поступает на Госуслуги. Для этого нужно обратиться в медсанчасть, на электронный адрес медсанчасти, написать заявление на имя начальника». Также за справкой можно обратиться в доврачебный кабинет или к терапевту, но она будет действительно только для предъявления работодателю.